Как сообщают медики, некоторые родители дотянули до последнего с прохождением плановой медицинской комиссии для зачисления в школы и детские сады. Откладывать больше нельзя, тем не менее, врачи учитывают все личные обстоятельства и максимально упрощают этот часто изнурительный процесс. В настоящее время детские поликлиники переходят в привычный режим работы. Уже открытые все специализированные службы, полностью возобновлена вакцинация. Для детей до года планируется организовать отдельный кабинет вакцинирования. Дети активно проходят медкомиссии. Большинство медкомиссий мы пытаемся решить дистанционно. Если у детей были осмотры уже до этого в течение года, они проходили диспансеризацию, мы эти справки выдаем онлайн. Родители записываются или через телефон, через регистратуру, или на сайте у нас есть кнопочка онлайн выдачи справок. Для того, чтобы получить направление на прохождение комиссии, родители должны обратиться к участковому педиатру, чтобы врач направил к тем медикам, которых действительно необходимо посетить детям. Основные проблемы с записью в регистратуре возникают из-за того, что родители пытаются сами записываться к тем врачам, которые им не нужны. Так, например, в детский сад не нужно проходить ЭКГ. Однако многие родители все равно стремятся записывать туда своих детей и тем самым создают необоснованные очереди. С учетом того, что несколько месяцев плановые консультации в поликлиниках не проводились, в медицинских учреждениях усилены службы окулистов и электрокардиографии. В целом, перед началом учебного года дети посещают лора, невролога, окулиста, уролога, детского гинеколога для девочек, сдают общие анализы. Если ребенок старше трех лет, он также проходит консультацию у врача-логопеда. Субтитры создавал DimaTorzok